Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, 24 июня у нас сегодня. И небольшая экскурсия по винограднику. Смотрим, что происходит в это время. К счастью, немножечко облачно. У нас последнюю неделю стояла сильная жира. 32, 33, 34. Ну, вот немножечко пришло облачно. Чуть-чуть стало прохладнее. Мы, конечно, наделись на дождик. Но, видно, дождик прошел мимо нас. Ну, что ж, будем надеяться, что все-таки чуть-чуть жира спадет. И нам станет немножко легче. Но мы с вами идем на виноградник. Буквально неделю назад зилга только зацветала. Уже пошел горох. Уже пошел горох. И ягоды буквально вот на глазах наливаются. Буквально на глазах увеличиваются в размерах. Как я вам уже сказала, стоит очень теплая погода. Недели полторы назад мы весь виноградник хорошо пролили, хорошо подкормили. И, конечно, рост просто невероятный. Все прямо на глазах, на глазах. Меня не было буквально пару дней. Перед отъездом я все-все подвязала. Все было красивенько. Ну, такое сейчас ощущение, как будто меня не было пару недель. Потому что почти до верхней проволоки все доросло. Много чего надо подвязывать. Убирать усы, пасынки. И фактически все у нас начинает превращаться в сплошную зеленую стену. Мукузань. Уже вот какие ягодки. Достаточно крупные. Тоже лоза растет невероятными темпами. Мы не успели им сделать шпалеры. Мы не думали, что эти малыши так быстро вырастут. Поэтому тут сейчас пока все временно. Но я думаю, что в самое ближайшее время уже будет у них нормальная опора. Кусты второгодочки. Они вот пока вот так где-то на земле, где-то на каких-то опорах. Но видите, стоят столбы. Очень скоро все-таки у них будет нормальная шпалеры. И я вам показывала еще весной, что они у нас заложили урожай. Посмотрите, как замечательно развивается лоза. Вот зацветает. Вот такие уже большие, хорошие лозы. А кустам всего лишь второй год. Вот еще один такой красавчик. Но пока урожай мы еще не нормируем. Мы подождем, пока все отцветет. Посмотрим, как произошло опыление. И тогда уже будем принимать решение. Еще один пышный куст. Галант. Я вам его показывала весной. Показывала, как тут все было густо с побегами. На нем мы смотрели нормировку зелеными побегами. Ну, вот тоже сейчас он активно-активно цветет. Ну, вот как он выглядит в это время. Мускат Блау. Его я вам тоже показывала. Вот он тоже активно сейчас цветет. Ну, а рядом Свенсен Ред. Уже отцвел. И, судя по всему, замечательно произошло опыление. И грозди выглядят довольно многообещающе. Ну, посмотрим. Многие кусты сейчас активно цветут. Ну, и как только зацветают, из-за того, что стоит такая теплая погода, все происходит очень-очень быстро. Вот опять вернемся к Свенсену. Буквально дней 5 назад он только-только зацветал. Но уже вот видно, что позавязывались ягодки. Вот такая красота на Запорожском. Так он эффектно цветет. Огромные-огромные грозди. Конечно, вот здесь надо будет жестко нормировать все. Ну, а на самом деле цветет еще не весь виноградник. Кто-то еще готовится. Вот здесь абсолютно закрытые цветы на этой шпалере. Причем практически у всех сортов. Тут только реформ цветет. И больше пока никто. Вот эта шпалера. Здесь у нас лора тоже. Готовится к цветению. Но пока что еще все цветочки закрыты. То есть, как видите, все кусты развиваются по-разному. Да, у кого-то уже такие достаточно крупные ягодки. А у кого-то еще даже и цветочков нет. Ну, и на самом деле не надо тоже бить какие-то тревоги сразу. Ай-яй-яй, у меня еще не цветет. Все зацветет. А если такая будет стоять теплая погода, то вообще все произойдет очень-очень быстро. И пока, конечно, рано делать прогнозы. Но, в принципе, я думаю, что может быть за счет вот этого тепла, если оно будет держаться достаточно продолжительное время, конечно, желательно, чтобы это была не такая жара, чуть-чуть меньше, то, может быть, и виноград наверстает отставание из-за холодной весны. Ну, вот, куст лаванды перед виноградом тоже вот-вот зацветет. Ну, а в теплице у нас вот уже ягодки тоже наливаются просто на глазах. Хотя тоже у разных сортов по-разному. И вот там, например, даже еще кое-кто доцветает. Но дело в том, что вот эта сторона, она у нас пострадала от весенних заморозков. Мы понадеялись на теплицу. Ну, слишком понадеялись, к сожалению. Поэтому здесь много побегов подмерзло. Ну, вот кое-что есть. И это кое-что еще доцветает. Ну, либо пока еще мелкие ягодки. Пока сложно сказать, что там вообще будет. Ну, здесь видите, какая красота. Антоний Великий раскинул свои гроздочки. Такие большие и длинные. И, конечно, здесь уже можно смотреть, можно уже проводить нормировку гроздями. Даже уже ее нужно было бы сделать. Но невозможно успеть сделать все. Посадки этого года на этом участке. Саженец был слабоватый. Но ничего. Активно пошел в рост. Еще один саженец. Причем высаживала я его с аэдиумом. Но аэдиум обработала триходермой. И, в общем-то, вот прошло, наверное, недели 2,5-3. Прекрасно выглядит. Тоже пустился в рост. Отстающие кусты у нас тоже активно пошли в рост. Я вам показывала их весной. Вот этому кустику уже несколько лет. Наверное, 4, а может и 5. Я точно не помню. Ну, вот правильно пронармировав его. При этом хорошо подкормив, полив, наконец-таки, вот, сколько тут, ну, метра полтора почти. Есть 2 побега, третий поменьше. И при этом уже какая-то сигнальная гроздочка. Конечно, гроздочку потом, может быть, несколько урежем. Ну, и на урожай все-таки посмотрим. Вот здесь тоже показывала вам совсем малюпаса. Конечно, выглядит он не так хорошо, как предыдущий. Но видно, что активно идет в рост. Видите место? Крыльцо, дорожка, а там фундамент. Фундамент неглубокий абсолютно. Буквально чуть-чуть он в землю прикован, но, тем не менее, место здесь. Здесь вот развернуться к корням достаточно мало. То есть, когда уже корни пробиваются куда-то, где им хорошо, тогда они начинают нормально расти. А он вот как раз сидит в таком месте, что пока он до чего-то дойдет. И поэтому, повторюсь, подкормки и поливы. Подкормки и поливы в разумных, конечно же, пределах. Плюс нормировка зелеными побегами. А вот смотрите, кустики реформы, которые я вам показывала весну. Единственное, что я сейчас их снимаю с другой стороны. Вот этот я весной не обрезала. Так, вот раз его побег, два его побег. И вот там еще два его побега. Так, а вот этот костик, вот этот, я весной обрезала и показывала вам, что из-за весенней обрезки происходит более поздний старт почек. И вот смотрите, прошло уже достаточно времени, да? И они развиваются абсолютно одинаково. Более того, развиваются очень хорошо. Я вам тоже показывала, что есть гроздочка. И говорила, что, наверное, я ему не дам плодоносить, потому что мне хочется максимально вырастить быстро лозун. И чтобы уже в следующем году получить полноценное плодоношение. Но я вижу, что кустик развивается замечательно. И поэтому вот эта маленькая гроздочка, она абсолютно ему не мешает. Смотрите, тут и пасынков много, и верхушки закручены. То есть кустики растут очень хорошо. Поэтому можно их немножечко и подгружать. И видите, как получается, весной я вам их показывала совсем такие малюбасенькие. А сейчас они очень даже хорошо растут и активно развиваются. Так что, как видите, развиваются все лозы достаточно хорошо. И хотя развитие у разных сортов несколько разное, да? Кто-то уже наливает ягоду, кто-то еще и не зацвел. На самом деле у меня пока ожидания довольно оптимистичные. И прогнозы довольно оптимистичные. Хотя, конечно, прогнозы какие-либо делать, дело неблагодарное. Но я думаю, что все должно быть хорошо. И, честно говоря, у меня есть надежда. Но мне хочется надеяться на лучшее. И на то, что у нас будут и хороший урожай, и вовремя. Да, кстати, показывая виноградник, забыла вам сказать одну вещь. Буквально пару дней назад снимала видео, показывала вам жуков-редители, которые едят листья, рассказывала, что обработала я октофитом. Он не действует быстро, что вот буквально там через час-два все вредители исчезли. Но, тем не менее, вот прошло сколько тут, наверное, три дня. Все подействовало сегодня. Я виноградник подвязывала. Ни одного жука обнаружено не было. Средства работают. При этом, напомню, средства биологические. Средства довольно безопасные. Там, по-моему, даже через, наверное, четыре дня уже можно есть урожай. На этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь. План работ на июль выйдет буквально в ближайшие дни. Но вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще». Будет ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты. А также я вам оставлю ссылку на весенние видео. Вы смогли посмотреть, какие они были приблизительно полтора месяца назад. Продолжение следует...